Биатлонный центр на выходных посетил заместитель министра спорта России Сергей Косилов. На встрече со спортсменами и с тренерами говорили о перспективах развития зимних видов спорта в регионе и в стране. Задать вопрос заместителю министра спорта и использовать такой шанс решили многие. Как наладить эффективную систему воспитания спортсменов? По какому принципу идет финансирование? Будут ли поддержаны региональные инициативы спортивных федераций? Разговор на улице Планово перешел под крышу биатлонного комплекса, открытие которого ждут с нетерпением. Замминистру спорта России Сергею Косилову показали административное здание. Оно достроено. На трех этажах кабинеты для персонала, комнаты для проживания спортсменов, вип-ложа, судейский секретариат, справочная медпункция, допинг-контроль, комментаторское, тренерское помещение для подготовки спортсменов к старту и для подготовки лыж. Мне интересно посмотреть в каком состоянии что есть, кто нам поставляет спортсмена сборной команды, чем дышат у нас наши места подготовки, чем дышат, чем занимается тренерский состав, в каком количестве, какие спортсмены. Это интересно. Кстати, в помещениях для лыж по проекту были предусмотрены только окна, но в каждом сделали отдельный выход наружу. Перед административным зданием расположено стрельбище. Здесь проводятся соревнования, но пока без электронных приборов. Освещенную биатлонную и лыжероллерную трассу еще тоже предстоит построить и установить там освещение. На этих же объектах, на таких же горках для фристаллистов, на таких же льдах для конькоммерции воспитываем членов сборной команды России. Есть у нас результаты. Здесь тренируются не только спортсмены из Чувашии. Постоянные гости пиатлонного центра, ребята из Московской области и Якутии. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика.